В Хабаровске стали известны имена обладателей Кубка Дальнего Востока по баскетболу. И предварительные, и финальные матчи прошли в спорткомплексе «База». Это место можно смело называть «Меккой», «Хабаровского» и не только баскетбола. Главный плюс – это сама площадка, оборудованная по всем стандартам Международной Федерации Баскетбола «ФИБА». Насколько я знаю, паркет завозили сюда три раза. Тут специальная подушка 10-сантиметровая лежит. Он правда очень мягкий, он намортизирует, но очень удобно играть. Вообще этот зал лучший на Дальнем Востоке, но с сидячими местами только, с посадочными местами немножко мловато. А так по комплектации зал очень хороший. И щиты, и покрытие, и табло. Мы просто любим его. Площадка на базе действительно лучшая на Дальнем Востоке. И об этом говорят не только организаторы соревнований, но и сами баскетболисты. Например, в Благовещенске о такой площадке пока только мечтают. Нет такого зала, конечно, как тут. Отличный зал, отличная атмосфера. Народу достаточно хорошо поддерживают. Приятно играть, хорошая атмосфера, баскетболь настоящая. Надеемся, что и в Благовещенске появится подобная арена, подобный зал. Среди женских команд самая острая борьба за Кубок Дальнего Востока развернулась уже во второй соревновательный день. Задолго до финальных поединков. Приятный сюрприз себе и не очень соперницам преподнесли девушки из Благовещенского педагогического университета. Со счетом 94-60 они переиграли соперницы с Хабаровской академией физической культуры. До этого наши девушки разгромили баскетболисток из Биробиджана 75-37. Но этот успех стал для студенток Скифа единственным утешением на Хабаровском финале Кубка. Вот уж не повезло, так не повезло. Вообще не подфартило. Обычно мы занимаем второе место. Боремся с командой «Спартак-Приморье» за первое-второе место. Немного не дотягиваем, всегда второе занимаем. В этом году у нас, можно сказать, что новый состав с новыми силами, с новыми возможностями. Много надо пройти, чтобы опять сыграться и стать командой. Тяжело начинать новый сезон, новой командой. Первый шаг к решению проблемы – это ее признание. Хабаровчанки не скрывают – наш женский баскетбол переживает смену поколений. У взрослых спортсменок появились новые приоритеты, а молодежь до уровня студенческого баскетбола еще не подросла. У них есть уровень, но школьного и детского баскетбола. Они перешли на новую ступень, это студенческий баскетбол, он очень отличается от школьного, и в этом вся сложность состоит. А пока наши девушки только начинают привыкать к условиям студенческого спорта, место Хабаровска в финале Кубка Дальнего Востока заняли баскетболистки из Благовещенска. Вторым финалистом предсказуемо стала команда «Спартак Приморья» из Владивостока. Многие опрометчиво подумали, что одной сенсации для благовещенских студенток будет достаточно. И раз уж Хабаровск не попал в финал, тогда Кубок возьмет Владивосток. Поначалу так оно и было. С первых минут приморчанки безраздельно завладели инициативой. А соперницам позволили набрать всего пять очков. Но потом что-то пошло не так. Да вроде все шло хорошо, просто чуть-чуть, может быть, расслабились, но потом опять собрались, и все пошло хорошо. Все встало на свои места в третий и четвертый четвертяк. В результате приморчанки хоть и не без труда, но одержали победу 82-44. И пока хабаровский женский баскетбол переживает смену поколений, Кубок Дальнего Востока побудет в столице Приморья. Сейчас женский баскетбол в Владивостоке продвигается, все больше набирает популярности. И больше матчей, больше сейчас выезжаем куда-то, ездим на соревнования, играем, игровая практика. То есть сейчас с женским баскетболом обстоят лучшие дела. Если первый финал Кубка Дальнего Востока остался без хабаровчан, то среди мужчин в него пробились баскетболисты Верафея. В полуфинале хабаровчане со счетом 72-67 переиграли соперников из БК «Сахалин». Этот успех в игре со Стравитянами дался нашим непросто. А тут еще и удачная поездка в Крым накануне Домашнего Кубка Дальнего Востока. Мы только приехали из Севастополя в финал российского, то есть по любителям. Я думаю, что он еще никто не перестроился ко времени. То есть на тревоги никто не ходил, кто работал, всех дети. То есть у многих, точнее, детей тяжело очень перейти к климатизации. То есть я думаю, что все одно на другое. Так или иначе, но финал против клуба «Центр ткани» из Благовещенска никто не отменял. А играть хабаровчанам пришлось, по сути, со сборной Дальнего Востока. Нет, официально благовещенцы представляют столицу Амурской области. Тут никаких вопросов. Есть только одна немаловажная деталь. За «Центр ткани» играют не только коренные жители Благовещенска, но и хорошие знакомые из других городов. Потому что у нас ребята не только из Благовещенска, а из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. То есть мы все как бы друзья, у нас хорошие отношения. Мы решили собраться и сделать в этом сезоне команду, которая может решать высокие задачи. Начало мужского финала Кубка Дальнего Востока полностью осталось за баскетболистами из Благовещенска. У хабаровчан не получалось почти все. Но главной проблемой стало то, что игроки Ерофея забыли про подборы. И свой, и чужой щит оставались за гостями. А без обороны не только в баскетболе играть непросто. Как только наши стали выигрывать борьбу под щитами, подтянулись и результативные броски с разных дистанций. Дважды Ерофей догонял соперника в счете, и дважды недолго музыка играла. У Благовещенцев нашелся аргумент, против которого в баскетболе спорить сложно. Своё начало этот довод берет в трёх метрах от кольца. Это наш хлеб, я бы сказал, трехочковые броски. И командный дух очень силён. У нас сплочённый коллектив, очень хорошие отношения в коллективе. За счёт этого мы собрались и смогли снова сделать рывок и довести матч до победы. До победы 83-75. И Кубок Дальнего Востока вслед за женским покидает на время Хабаровск. Только едет не во Владивосток, а в Благовещенск. Такие матчи, когда победитель становится ясен только в концовке встречи, конечно, добавляют интереса к баскетболу. Но пока этот вид спорта называть номером один в нашем регионе рановат. Сложный вопрос, я думаю, когда больше детей пойдёт в этот спорт. И тогда уже можно об этом будет говорить. Пока, конечно же, наверное, футбол, потом хоккей, потом баскетбол. Но я надеюсь, с появлением вот таких именно арен, которые, как тут, дети потянутся. Но подтянуться могут не только дети. Каждый любитель баскетбола, если, конечно, захочет, может на подобном турнире стать кандидатом в мастера спорта. И это не шутки. Если участвует 8 команд в чемпионате, будете кандидатом. Если вы выиграете первое место. Если вы не выигрываете, только первое место будет кандидатом. И при наличии 8 команд. 8 мужских команд и кандидат в мастера спорта. Если вы первые. У всех, кому не удалось стать первыми на Кубке Дальнего Востока, уже скоро будет шанс реабилитироваться в рамках регулярного чемпионата. Сейчас с октября начнётся уже чемпионат Дальнего Востока. Вот он туровый. Будут принимать опять участие команды Благовещенска, Биробиджана, Хабаровска. Может быть и Якутск подключится. Сахалин обещает опять же одной командой точно подключиться. То есть будет ещё чемпионат, который будет проходить тремя турами. В Благовещенске, Биробиджане и в Хабаровске по расписанию. Затем как хабаровский баскетбол будет совмещать замечательную инфраструктуру с турнирными успехами. Начнём следить уже в следующем месяце. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!